А вот еще одна проблема, которая говорит о том, что украинское государство пока не работает для людей. Переселенцы. Пожалуй, самая незащищенная группа людей в нашей стране. Напомню, полтора миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома из-за войны на Донбассе. И с помощью государства для них уже не первый год очень большие проблемы. Например, даже несмотря на инфляцию, на адресную помощь переселенцам в новый бюджет заложено практически столько же, сколько и в бюджет на 2017-й. Чуть больше трех миллиардов гривен. Не радуют и расходы на строительство жилья для переселенцев. Всего 100 миллионов. А на помощь по трудоустройству лишь 20. Может ли это измениться в следующем году за счет поправок к госбюджету? И есть ли вообще у государства ресурс, чтобы помощь для переселенцев была серьезнее? Мы задали эти вопросы одному из самых активных народных депутатов. Вот что он нам ответил. При рассмотрении проекта бюджета на 2018 год нами партия «Оппозиционный блок» неоднократно указывалась на то, что неоправданно мало средств предусматривается на социальные нужды. И слишком большие расходы заложены в проекте бюджета на силовой блок. Мы подавали свои предложения, как перераспределить средства силового блока на социальные нужды, но они не были учтены. Будут ли они учтены в первый месяц 2018 года, мы не знаем. Мы будем наставить на этом, чтобы средства на внутренне перемещенных лиц были увеличены. И были предусмотрены социальные выплаты, средства жилья для этих лиц, которые и так пострадали в результате конфликта на юго-востоке Украины. Далее, в проекте бюджета не предусмотрено увеличение расходов на социальные нужды тех украинцев, которые проживают на временно неподконтрольной территории. Во время последнего заседания мониторингового комитета в Париже, парламентской ассамблеи Совета Европы, рассматривался доклад депутата литовского парламента Варейкиса на тему последствия войны на юго-востоке для граждан Украины. И соблюдение прав внутренне перемещенных лиц и прав тех украинцев, которые живут на неподконтрольной территории. И там в этом проекте резолюции, которые будут приниматься в январе на парламентской ассамблее Совета Европы, указано, что эти люди не оправданно дискриминированы нашим правительством, нашим государством. Мы будем наставить на том, чтобы эти диспропорции были устранены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!